МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Я Рустан Торпетов. В эфире детей много не бывает. Как вы уже догадались, я сегодня в Уфе. Идем в гости в семью Элизы Ирифа-Набиулиных. В России принято считать многодетной семью с тремя детьми. А сегодня я буду четвертым ребенком. Пойдем? Я всегда мечтал жить в большой семье. Даже завидовал одноклассникам, у которых несколько братьев или сестер. По-моему, много детей – это круто. Я, конечно, точно не знаю, зато уверен, что детей много не бывает. В этой передаче мы лично познакомимся с ребятами, чьи семьи считаются многодетными. Проведем с ними целый день. Зато какой! У нас по плану разговоры по душам, работа по дому, семейный ужин. Наш проект реально покажет, как живется моим сверстникам в многодетной семье. А за то, что наши герои пустили съемочную группу своей семьи, мы подарим каждому участнику фотоальбом. Они нам эмоции, а мы вам воспоминания. Мы познакомились в деревне наших родителей, дедушек, бабушек, которые жили и живут до сих пор в Мечелинском районе, в деревне Больша-Козылбаева. До этого мы жили в Челябинской области, в 92-м году переехали. И в это время где-то я первый раз ее увидел. Через дорогу жили на соседних улицах, и когда ездили на автобусе, он смотрел на меня, и вот я тоже обратила на него внимание, начала думать о нем, и потом через месяца два он пошел меня провожать первый раз. Ему было 19, мне 14 лет. После окончания университета устроился на работу в Уфе, и надо было просто уезжать. Ему было 25 лет, мне 20 лет, он сделал предложение. Он как бы сказал, вот у меня это, мне предлагают на севере работу, я могу уехать. Но если ты выйдешь за меня замуж, согласишься, то я никуда не поеду. Я решил, что если она согласится, я останусь в Уфе. В итоге я съел предложение. Она согласилась. И в итоге я согласилась. И вот, 17 лет мы вместе. О большой семье мечтала с детства, всегда хотела либо мальчик-девочка, либо два мальчика-две девочки. Вот у нас сейчас два мальчика и одна девочка. Когда родился Рустем, ощущение было такое двоякое. С одной стороны, как бы радость, а с другой, как бы страх о том, как его вырастить, как воспитать, как вообще дальнейшим его жизнь направить. Это все-таки ответственность о воспитании ребенка. Совпадение такое. Старшего нашего сына я родила на его день рождения. У них у обоих 9 августа день рождения. Проснулись и планировали, как проведем ему день рождения. А через час уже поехали в роддом. Вот так Рустем уже к обеду у нас появился. Он у нас с детства активный, подвижный, ловкий, веселый. Своеобразный. Он такой мальчик, упертый, настойчивый. Он такой целеустремленный. Если он что-то хочет, то он это старается добиться. Рустем у нас с детства был очень активным мальчиком. И мы как-то решили, что ему энергию надо направить куда-то. У нас рядом, вернее в школе, рядом с домом, открылась секция тэквондо. И мы решили отдать. В 6 лет его отдали. И он как бы очень хорошо себя показал. В 11 лет уже съездил на чемпионат мира, где занял третье место. В спорт пришел я сам. Было так же неожиданно. Как и для меня, так и для родителей. Если бы не отец, не знаю, может быть, не было таких успехов в спорте. Вместе просто делали упражнения. Так и началось. Вот, начиная с турника домашнего, отжимания. Спорт он дисциплинирует. Он больше как бы дает человеку ответственность. Он сам над собой работает. К чему-то стремится ставить цели и учится их достигать. У него черный пояс по тэквондо. Много ездил на соревнованиях, занимал первые места. Ездил в Кипр с тренером, уже один самостоятельно, когда ему было 9 лет. Тоже приехал победителем. Те достижения, которые я хотел, достичал, достиг и решил в другом себя попробовать. Вот и ушел на борьбу. Сейчас я занимаюсь сам для себя, то есть в спортзале просто поддерживаю форму и готовлюсь к экзамену. Пытаюсь успевать все. Он сейчас увлекается в последнее время музыкой. Читать очень любит много книжек. Очень общительный, несмотря на свой вид такой серьезный. Он очень добродушный мальчик. Мне важно, что ты знаешь, что говоришь. У меня не радужно, но я все так же рад. Искусство прощать людей и давать им шанс. Не утрируя дилемму, покажет вам шарм. Кто на самом деле труд, а кто тебе враг? Ринат у нас средний. Появился, когда Рустему было 4 годика. Рустем очень ждал братишку. Новый человечек в нашей семье. Было неожиданно. Маленький больше не понимал все. Ринат, конечно, у нас очень интересный мальчик, деликатный. Он никогда не скажет, что мама, у тебя там блюдо ему не понравилось. Он скажет, мама, у тебя очень суп вкусный, но можно я потом съем? И уже можно понять, ему понравилось или нет. Он еще не умел говорить, но уже ходил, распевал мелодии. И как бы у него очень хороший слух. Занимался музыкой. Ходил в музыкальную школу, играл на пианино. Хочет то играть на баяне, то на балалайке, то на пианино. Вот как бы еще не выбрал свой инструмент. Но надеюсь, в дальнейшем будет играть. Давай задум. Давай. Так. Ринат у нас личность. Творческая. Ему больше нравится художественное все. Ему нужно рисовать. Одно время он даже занимался вокалом, пел. Ходил на кружок, выступал. Потом как-то перегорел. И сейчас увлекся уже живописью. Сейчас рисует. Довольно-таки неплохо рисует, я считаю. Очень красивые картины рисует, пейзажи, натюрморты. И портрет вот нарисовала недавно. Сейчас давай вот этот цвет намешивайся. С этой же стороны. А тут тень? Да. А тут потемнее, посмотри. Видишь, свет идет? А тут тень. То есть самые светлые места сейчас проложимы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 6 лет у нас Рустем начал просить собаку. Мы, конечно, долго готовились. Папа тоже не решался, и я. Это было желание детей, супруги. Они меня где-то года два уговаривали. Я был тоже категорически против собаки в домашней квартире. Но в итоге уговорили. Принесли месячного щенка домой. Очень они обрадовались. У Рината был страх животных, когда он был маленький. И вот с приобретением Рекса он как-то раскрепостился, и страх пропал у него. Они фактически были лучшими друзьями. Они выросли вдвоем. Среднему он стал таким большим другом. Он боялся оставаться один дома. Но когда вот появилась собака, он начал оставаться дома один. И начал лучше развиваться, говорить. Ну, это член семьи. Это уже, можно сказать, четвертый ребенок. Потому что если в квартире его нет, без него уже как-то пусто. И детям скучно. Он смешной, хороший, игривый, веселый. КОНЕЦ Третьего вроде как и не планировали. Но в какой-то момент я захотела лялечку, доченьку. И старшие тоже просили только девочку. Что вот братика уже не надо, братик есть. И старший Рустем только вот девочку. Мы ждали. И очень молила Бога, чтобы прям родилась дочка. Ждал, просил. Ну, дождались вот. Долго ждали, правда. Первоначально был страх. Если честно, даже. Вот как-то. Потому что с мальчиками это все проще. А девочка. Был какое-то ощущение такой, ну, не знаю, эйфории. Когда ее взял первый раз на руки. Это такой маленький человечек, который смотрит на тебя. И ты восхищаешься в ней. Маленькая принцесска. Эмилия, она у нас ласковая, нежная. Любит понежиться. Утром встает. И надо с ней обязательно полежать, пообниматься, поцеловаться. Она очень любит танцевать, петь. Она просто ходит, сама поет. Тоже такая творческая девочка. В полтора года вот уже у нее интерес появился. Играть в пальчиковые игры, повторять за мной движения. Когда я играла с племянницами, она тоже подходила, вставала в круг и все делала. И поэтому сейчас я ее беру с собой на работу. Ей очень там нравится. Мы подпрыгнем высоко, вместе прыгать так легко. И туда, и сюда поворачиваемся, повернемся без труда. Эмилия похожа на папу. Ну, добрая, любопытная. Как старший брат, пока что просто смотрю, чтобы не рисовала, допустим, на обоих. Или не слишком мучила собаку нашу. Эмилия пока у нас вроде маленькая, но уже как бы учится командовать над Рексом. Тоже дай лапу, лежать, сидеть. И Рекс слушает ее. Они друг другу помогают. Например, если я со средним не успеваю домашнее помочь сделать, то старший поможет, объяснит. С Эмилией некогда мне позаниматься, то средний нянчается. Старший помогает больше на кухне нарезать, салаты. А Ренат, он посуду вымоет, очень хорошо моет посуду. И прям аккуратно все складывает на полочку. А если едем в деревню, то там, соответственно, другие обязанности у всех. В основном все, что касается строительства дома, ремонта автомобилей. И так помочь это Ростэнта. Да, мы оба выросли в деревне все-таки. Земля тянет, и хочется свой дом, чтобы у каждого была своя комната отдельная. Ну, строительство мы как бы начали в 2014 году. Вначале мы поставили баню. После того, как подняли баню, поставили коробку для дома. И после этого вот, в том году, подняли гараж. Буквально мы все делали сами с Рустэмом. Первый, как бы пока на данный момент, единственный помощник. Потому что Ренат больше помогает и лезть по дому. Это тоже аспект воспитания, я считаю, строительства. Потому что Рустэм за это время много чему научился. Когда я в его возрасте был, то же самое я прошел эту школу, строительство дома. Мы в это время же строили дом отцов, где сейчас живет моя мама. Я очень требовательный, строгий. Я люблю дисциплину. Мальчиков надо воспитывать на своем примере. Да и не только мальчиков. И девочки считают, что мама должна показывать пример девочкам. Как себя вести. И так же с мальчиками. Главный у нас в семье, конечно же, Риф. За ним, как за каменной стеной. Он надежный, ответственный по отношению и к семье, и ко мне, к детям. Он всегда поддержит во всех начинаниях. Папа у меня сильный, добрый. Я как бы больше фантазирую, мечты у меня, планы. А он вот четко видит, что будет, если вот так мы не сделаем. Больше воспитанием занимаюсь я. Но главное слово, конечно, папа. Если папа сказал нет, значит нет. Сказать, что мое слово последнее, будет, наверное, неправильно. Потому что я все-таки в первую очередь спрашиваю супругу. Потом, если дискуссия не приводит ни к чему, мы все-таки остаемся либо при своем мнении, либо... Бывает по-разному. Бывает, я отступаю. Бывает, что если мне нужно, я настаиваю на своем. Фактически все хозяйство на дому – это за ней. Воспитание детей – это тоже за ней. Уборка, глажка. Покормить детей, сводить куда-то. Потому что я прихожу поздно с работы. И только в основном, по большому счету, видимся только на выходных, если так подумать. Все на ней висит. Вся квартира, весь дом, вся семья. Мама у нас самая красивая, самая умная, загадочный человек. В некоторые моменты бывает обижается. Но так как я первый ребенок, мне кажется, у родителей не было опыта просто. И из-за этого, может, какие-то конфликты были, несостаковки. Ну, сейчас нет, конечно, сейчас мы уже подружились. А когда, может, те моменты шестой, седьмой класс, когда были недопонимания какие-то, туда ссорились часто. Просто зачем мне это скрывать? Мне кажется, это каждый прошел подростковый период, называется. Сейчас все хорошее. Вообще круто, Рустем. Кстати, мы находимся в студии. И Рустем пообещал меня научить этому крутому делу. Записывать рэп. Давай, с чего начинаем? Ну, для начала нужно написать текст. После этого составляем бит, то есть минусовку под текст. И приходим на студию, все это дело записываем, сводим. Можно наоборот сначала записать минусовку. И отталкиваясь от минусовки, ты пишешь... Под этот же ритм писать текст. А сам пишешь, да? Конечно, сам. А вдохновение откуда приходит? Вдохновение приходит больше тогда, когда я общаюсь с людьми, читаю книги или, допустим, смотрю какой-то фильм. А вот песня, которую мы сейчас записываем, она про маму. Она как-то связана с твоей мамой? Конечно, связана. Ну, во-первых, мама — это самый дорогой человек на свете. И в данном треке я хотел рассказать о том, как сильно я люблю ее и свои переживания. Если прислушаться к тексту этого рэпа, вообще кажется, что ты просишь у нее прощения. Это так? Да, есть такое. Были времена, когда мы ссорились по пустякам. То есть это тот переходный возраст. Мне кажется, со всеми так было. И за все это хочу попросить прощения. Давай теперь, может, меня научишь? Давай попробуй. Давай. Вот тебе. Так, наушники. Да. Слова все те же, да? Да, слова все те же. Хорошо, так. Так, звукорежиссер. Даю команду. Начнем? Много бы наделал, теперь нужно разобраться. Я уже не тот, кем был я раньше. Вот тут быстрее надо. Ага. Давай обсудим все, как есть, не по понятиям. Давай посмотрим дальше носа, ты же знаешь. Моя дорогая, слышишь, я тебя люблю. А ты моя любимая, мама, я тебе пою. Твои слова заменяют ночью солнце. На каждые дни рождения я пеку торты. Они как бы с удовольствием ждут, заказывают заранее, как им оформить торт. Ну а сейчас мы будем готовить торт. Элиза, с чего начинаем? Надо сейчас нам разбить яйца и смешать со сгущенкой. Давайте начнем. Хорошо, ты будешь разбивать яйца, а я буду наливать сгущенку. Давайте. Сейчас сгущенное молоко и яйца надо смешать до однородной массы. Помоги, пожалуйста. Давайте. А вот этот рецепт, получается, ваш фирменный, семейный, да? Ну, сейчас уже стал. Меня научила моя самая близкая подруга Гузель. И вот уже года два, наверное, пеку по этому рецепту. Очень вкусный торт. Дети очень любят, всегда ждут вот именно этот торт, когда я спеку. Так, ну тогда я мешаю, да? Побыстрее можно, наверное? Да, можно. Да, однородной массы смешать. А обычно вы одна, да, готовите этот торт или с Эмилией? Эмилия помогает. Приходит, если видит, что я готовлю торт, и мама, можно, я себе помогу. И помогает. Ваш муж готовит? Да, у него свой фирменный торт тоже есть. На кефире шоколадный печет, да. На бисквитные я пеку. Да, круто. У вас прямо своя кондитерская. Можно открывать? На государство больно мы не надеемся, стараемся все делать своими силами. Стараемся как-то выходить из положения, искать какие-то пути. Безвыходных положений не бывает, нужно просто стараться. Я думаю, все возможно в этой жизни, надо просто захотеть. Жали детей для себя, и как-то мы же несем ответственность за них. Это же не игрушка, это дети. Для нас они все. Ради них мы живем, и только это смысл жизни на данный момент. Вот такими общими усилиями у нас получился торт. Давайте теперь украшения? Да, сейчас будем уже украшать наш торт. Так, сначала. Начинаем с домика, да? С домика. Вот мы сделали, слепили домик наш. Деревни. Так, крышу. На первом этаже у нас кто живет? Вот. Папа и мама, да? Маму ставь рядом с папой. А на втором этаже у нас кто? Ренат Абай и Эмилия. Вот, Эмилия. А здесь у нас Рустам Абайна комната. Ставь сюда. Еще кто наш дом охраняет? Кто это? Дети! Рексик, правильно. Ставь вот сюда. Вот. Ну а сейчас семейное чаепитие. Риф, наверное, с мальчишками уже накрыли стол. Идемте чай пить. Пойдемте. Мне повезло и с мужем, и с детьми. Надеюсь, что они вырастут здоровыми, счастливыми, воспитанными. Ну, в первую очередь быть людьми хорошими, по крайней мере, чтобы ни им самим, ни нам за них не было стыдно. Нашли себя в жизни, достигли своих целей. Мы были счастливы в первую очередь. Я счастливый отец, да. Потому что у меня двое сыновей и маленькая лапочка дочка. Мы очень счастливы. А вот и торт. Все к чаю. Ура! Наверное, вкусно. Рустем, здорово, что ты у нас сегодня в гостях. Мы вместе с тобой испекли торт. Давайте сейчас попробуем наш фирменный торт. Молочная девочка. Все семьи счастливы одинаково, писал Лев Толстой. А я с уверенностью могу сказать, что все семьи, с которыми мы познакомились, действительно счастливы. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»